Жил-был старик со своей старухой, которая жила в глубоком лазурном море. Тридцать лет они жили в лабуханной лавчуге. Старик зарабатывал до жизни рыбатькими уловками. А него жена крутила стома. Однажды старик просил сеть в море. Ее выловили из песка на дне океана. Он продолжал сеть рук и в этот раз поймал больше одну воду. И когда он сделал это в третий раз, поймал рыбу, которая была не обычной рыбой, а золотой рыбкой. Отпусти меня, старик, я заплачу тебе выкуп, который будет стоить тебе всего. Чего ты захочешь? О, Боже! Я тридцать три года рыбачил и убирал бычу ковыряшую рыбу. Благославит тебя Господь, золотая рыбка. Спасибо за предложение. Но я не хочу своего выкупа. Воспрощайся на свой океан. Спасибо! Рейбак возвращается в свою старую лачуку сеть Али. А его жена сидит в дверь и верится. Знаешь что? Сегодня утром я поймал одну рыбу, необычную золотую рыбу. Он говорит, как человек, умал я меня вернуть его в море. И обещал мне большую выкуп. Ты тупой, тупой ублюдок. О чем ты говоришь? Это правда, я не щучу. В таком случае, надей золотую рыбу и так ожи мне, что твое желание исполнилось им. Мерзкая старая корка, что ты мне не веришь? Поверить не могу. Вот видишь, я заставлю золотую рыбу исполнить мое желание, чтобы доказать себе. Старый Филиппина возвращался к морю, к лазурному морю, где волна праздник, необычная. Милая рыбка! Милая рыбка! Помоги мне исполнить мое желание! Ой, ты добрый старый! Чего ты хочешь, старый? Ох, золотая рыбка! Я хочу новый деревянный горшок, потому что наш деревянный таз развалился. Без проблем, старый, ты получишь новый деревянный таз. Спасибо. Старый Филиппина! Милая рыбка! Милая рыбка! Помогите мне исполнить мое желание! Что? Почему я, старый, сунулась здесь? Чего ты хочешь, старый, на остров? Ох, золотая рыбка! Помогите мне! Моя старая когда расстрелилась еще больше и не оставила меня в покое ни на секунду, она сказала, что больше не хочет быть крестьянкой, она хочет быть благородной. Благодаря! Не волнусь, я возвращаюсь, и да поможет тебе Бог, она станет подогродной личиной. Большое спасибо! На исполненное его знание, не дай Бог, он снова сюда вернется! Благодаря! 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 Веря, мы смотри идём! Не видя стераться! И что это настолько пастое? Приветствую вас, почтенная госпожа! Заткнись, ты тупой-тупой ублюдок! С сегодняшнего дня ты работаешь в каюшне! Прошла неделя, а потом ещё одна! Приветствую вас, почтенная госпожа! Иди к золотой девке и скажи ей, что я устала от жизни благоготной дамы, и что я буду царём! Ты должна быть сошла с ума, старуха! Твои слова и манеры вовсе не аристократы, и ты будешь посмешищем для своего королевства! Следи, парня! Как ты смеешь так со мной разговаривать? Сейчас ты хочешь идти, и дашь их моя флажа! Ух! 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 Старушка! Ух! 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 И я поможет тебе Бог! Она будет цариться! Большое спасибо! И что он видел? Великолепный тварец. В арбанце был большой побед. Вокруг нее стояли величественные охранники. О, Боже! Воскресенье. Воскресенье. Попробуйте сладкие тренчики. За великую царгейцу. Воскресенье. 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 Приветствую вас, Великая Царлица. Надеюсь, вы удавляет его вену. Подерем тебе, старый фрич, тебя берет на баре. Поручится в Урал! Узрывы должны узнать. Кто вы? Он! И мы берем тебя на кусочки! Прошла на теря, а потом еще одна. С каждым днем старую останавливаться в судьбе невесокометно. В один приказный, она приказывает, что будто обошли свои улыбки. Королева поднялась по песнице и пришла на лобку. Посмотрела на слинее море. И мечтала стать королевой как по новому морю. Ха-ха-ха-ха! Где Сталик? Найди его! Иди к золотой лепет, что я не хочу быть халёвым, что я буду полгом огнём. Я буду жить на дне обратно и делать золотых лейбов своими лобами. Исполните все мои линания и следуйте за мной! Царь не ожидал, чтобы все ученики с грехи на лобке. Не оцелевался с морю и не оцелевался с горюкой... ... и не оцелевался с морю. И не оцелевался с порицами, не оцелевался с моря. Царь не осмеливался с моря... Милая рыбка, вы иди, исполни мое желание. Чего хочет добиться? Старик, чего еще не хочет? Ух, золотая рыбка, пожалуйста, помогите мне. Что мне делать с этой старухой? Теперь она не хочет быть старухой. Она хочет быть богом, океаном, жить в подводном мире. Быть ее мечтым врагом, удовлетворять ее приказы и выполнить ее желание. Тот, кто слишком, получит наказание. Милая рыбка, милая рыбка. Старик вернулся домой. Вверх его головами снова бомбила старая ночука. У двери стоял потребанный деревянный таз. И старая горка сидит у двери. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...